Что такое хорошо и что такое плохо, где проходит грань между двумя этими понятиями, не каждый подросток в состоянии различить. В силу возраста, неопытности, безучастности родителей, молодые люди нередко попадают в ловушку собственного незнания. Чтобы объяснить ребятам, как стоит вести себя в той или иной ситуации, чтобы не приступить черту закона, на помощь приходят стражи порядка. На очередной встрече школьников с правоохранителями обсуждался спектр вопросов, многие из которых затронули тему участившихся правонарушений, участниками или свидетелями которых являются дети школьного возраста. Мы акцентируем внимание детей на том, чтобы они не оставались в первую очередь безучастны в отношении того, что происходит вокруг них, если совершается преступление или правонарушение, чтобы дети не оставались в стороне, сообщали, для того, чтобы пресечь вовремя противоправные действия других лиц. Также, конечно, было обращалось внимание детей, потому что сейчас проблема, это так называемые различные радикальные направления, правые и левые, как они себя называют. Совершается очень много преступлений на почве нахождения лиц в данных структурах, так сказать. И, конечно, к тебе внимание, чтобы дети не вступали, не поддерживали ни в коем случае состояние в таких структурах. Во время открытого диалога его участники не обошли стороной и такую немаловажную тему, как поведение подростков на дорогах. К сожалению, иногда по причине спешки или по невнимательности ребята пренебрегают самыми элементарными правилами, поэтому не лишним было еще раз напомнить им о них. Особое внимание акцентрирую на том, чтобы дети соблюдали правила дорожного движения. В первую очередь, переходили проезжую часть в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток обозначали себя световозвращающими элементами. И второй вопрос затронули, самое актуальное сейчас, это движение на велосипедах. Как правильно проезжать проезжую часть на велосипеде, что ребенок должен сойти с велосипеда и, держа в руках его, перейти проезжую часть по пешеходному переходу. Двигаться по проезжей части по краю, не далее одного метра, если нет тротуарной дорожки. По-прежнему актуальной темой остается проблема наркозависимости среди молодежи. И потому сотрудники ОВД постарались заострить внимание подростков на том, что пагубное пристрастие, которое уже завивается быстрыми темпами после одного испытания на себе, последствием может стать причиной неконтролируемого поведения, что в свою очередь может подтолкнуть ребенок к самым разным, пору не детским шалостям. К сожалению, в прошедшем году у нас эта проблема очень остро стала. У нас рост преступности в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе и несовершеннолетних. По Ленинскому району города Бреста с нуля в 2014 году до 8. В 2014 году возросло совершение несовершеннолетних преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Конечно, и все эти преступления связаны с хранением, приобретением спайсов. В Брестской области число наркозависимых подростков за последнее время существенно возросло. Об этом отчетливо говорят цифры статистики. Именно поэтому стоит насторожиться, прежде всего, родителям и педагогам. Едва заметив какие-то несвойственные ребенку изменения в победении, необходимо незамедлительно принимать экстренные меры. На сегодняшний день, на 1 января 2015 года, по Брестской области у нас состоит 91 несовершеннолетний потребитель психоактивных веществ. Это на 31 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из, так скажем так, в плохом смысле передовиков можно выделить Барановичи и Брест. Ну вот и в Лунинце у нас за последний год выявилось 12 потребителей психоактивных веществ. За ребенка в данный момент, за ребенка несет ответственность родители. И в первую очередь родители должны заподозрить, может быть, вовремя обратить внимание, если они увидели странности какие-то поведения ребенка. То есть, может быть, пропадают деньги, либо выносятся какие-то вещи, либо ребенок уходит в другую комнату, когда кто-то звонит. И вовремя просто предупредить вот это все, потому что, как правило, к нам уже обращаются подростки, когда уже поздно проводить профилактическую работу. Профилактические беседы на тему правонарушений среди подростков сегодня стали необходимостью. И благодаря им юноши и девушки получают те полезные знания, которые в дальнейшем помогут им взвешивать свои поступки и понимать серьезность своих решений.